Хвостик в каждый дом. Впервые в Ноябрьске прошла выставка бездомных животных, инициатор которой благотворительная организация Фонд помощи животным. Сколько бездомышей обрело новую семью, знает Ксения Епишева. Почти три десятка кошек самых разных возрастов и окрасок. Это первая в истории Ноябрьска выставка бездомных животных, где каждый человек может найти себе верного друга, а каждый пушистый, заботливого хозяина. Идею организации такого нетрадиционного для ноябрьского мероприятия активисты Фонда помощи животным вынашивали довольно давно. Упыд других городов показал, на выставке у бездомышей гораздо больше шансов обрести новую семью. Они прошли осмотр ветеринара, стерилизованы уже все. То есть просто обычных с подвала мы сюда никого не привели. Все прошли время как бы карантина. У них нет именитых родословных, за них не просят ни копейки. Они ухоженные, сытые, ласковые. И самое главное, что их объединило, это человеческая бессердечность и предательство. Мурку, к примеру, просто выставили из дома на мороз, беременную. Она очень ласковая. Мы еще ее называем хвостиком, потому что она всегда ходит за человеком. У Багиры история аналогичная. Несколько дней животное находилось на холоде до тех пор, пока ее с обмороженными ушами и хвостом не подобрала Анна. Очень миролюбивая, научилась разговаривать. То есть она теперь у нас болтает, каждое утро просыпается, бежит и говорит «мур». Для них это шанс снова обрести семью, снова быть нужными и любимыми, снова дарить тепло и уют своим хозяевам. Всего за пару часов работы выставки удалось пристроить 8 котят и столько же взрослых кошек. К слову, после того, как пушистые обретают семью, активисты фонда не перестают за ними присматривать. А это значит вероятности, что животные вновь окажутся на улице, практически нет. Мы прозваниваем через неделю и через месяц, ну и потом уже через какое-то время с многими новыми хозяевами мы уже дружим. Многие даже в гости приглашают посмотреть на питомцев. Ну а всех тех, кто пока новую семью не обрел, отправят обратно на передержку. Добавлю, всего за год существования фонда активистам удалось найти семью для 400 собак и кошек. 400 жизней спасено от холода и голода. Им просто подарили еще один шанс. Шанс выжить. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok